Домашняя одежда может быть не только уютной, но и красивой. Выглядеть привлекательно нужно не только при выходе в свет. Домочадцы тоже хотят видеть вас красивой. В пижаме можно не только спать. Комплекты из хлопка, шелка подойдут для носки в качестве домашней одежды. Для такой пижамы я взяла хлопок 100% Это сатин премиум качество. Это мерсеризированный хлопок. Он немножко поблескивает, посмотрите. Практически не мнется. Шить я буду по готовой выкройке, ее оставлю в описании к видео. Выкраиваем деталь полочки цельную и для начала стачиваем выточки. Соединяем их между собой иголочками. И вот здесь прокладываем строчку. Затем заутюживаем их наверх. Вот так у меня получается с лицевой стороны выточки от утюжила наверх. Теперь обтачка. Она тоже идет цельная. Снизу вот здесь нужно обработать на оверлоке. Если у вас нет оверлока, можно обработать мелким зигзагом. И также на полочке и спинке обрабатываем. Теперь будем соединять обтачку и переднюю половину пижамы. Скалываем иголочками. И вот здесь прокладываем строчку, не доходя до верху, примерно 2-3 см. Полностью здесь и здесь. Также в боковых швах оставляем 2-3 см недошитыми. Вот что у меня получилось. Посмотрите. Вот здесь с краю я оставила 2 см. Это нужно для того, чтобы потом аккуратно вшить деталь спинки. Сейчас выворачиваем деталь на лицо, хорошо отутюживаем и выворачиваем обратно на изнанку. Можно также на скруглениях сделать насечки, чтобы хорошо, аккуратно вывернулась деталь. Вот так у меня получается. Теперь то же самое повторяем с деталью спинки. Теперь деталь спинки у нас лежит лицом наверх, на изнанке. А деталь полочки, она вывернута на лицевую сторону. Лежит лицом вниз. И лямочки вот таким образом, как показано на видео, выдеваем вовнутрь. На спинке и полочке, также в боковых швах, я оставляла по 2-3 см незашитыми, чтобы можно было вкруговую сверху зашить плечевой шов. Совмещаем швы. И просто вот здесь прострачиваем. Теперь у нас осталось отверстие вот здесь, смотрите. Его зашиваем также на машинке. Выворачиваем обратно на изнанку и зашиваем. И таким образом будет лямка очень аккуратно смотреться, и все швы будут внутри. Немножко лямку как бы подвытаскиваем. И внутреннюю ткань прячем подальше вовнутрь. И с краю прокладываем строчку на ширину припуска. Все ниточки сразу убирайте, чтобы было чисто и аккуратно. Выворачиваем на лицевую сторону, отутюживаем. И вот так у нас получается. Плечевые швы готовы. Теперь соединяем боковые швы. Также соединяем с другой стороны. Деталь полочки у меня получилась длиннее. Не знаю по какой причине, в выкройке я проверила, она тоже там длиннее. Так что лишнюю я срежу. И вы перед тем, как кроить, можете сверить полочку и спинку, чтобы они были одинаковые. Для начала я прокладываю строчку на машинке, а потом этот срез просто обметаю на оверлоке. Низ пижамы я обработала на оверлоке и подогнула. Либо можно два раза подогнуть и прошить на машинке, как вам больше нравится. Так, теперь приступаем к шортам. Выкраиваем две детали переда и две детали задней части. Я ткань складываю пополам сразу, придавливаю блинчиками, обрисовываю деталь и выкраиваю сразу две части. Теперь заднюю деталь и деталь переда складываем лицом к лицу, совмещаем шаговый шов, будем его сшивать. И так же совмещаем боковой шов. Прокладываем строчку вот здесь и вот здесь. То же самое повторяем со второй частью штанины. Теперь одну часть выворачиваем на лицевую сторону и вкладываем вовнутрь. Вот таким образом. Совмещаем швы. Все скалываем иголочками и прокладываем строчку. Вот здесь прокладываем строчку. Теперь нужно вшить резинку и обработать низ шорт. Резинку я померила по себе, так, чтобы она хорошо держалась у меня на талии. Сшиваем резинку в кольцо, отмеряем серединку и еще раз серединку. Как бы делим резинку на четыре части. И потом прикладываем по бокам и сзади и спереди резинку. Совмещаем метки. Шить я буду на оверлоке. На оверлоке я отключаю нож, чтобы не срезать нечаянно лишнего. И равномерно растягиваю резинку, сшиваю ее. Вот так у меня получается. Теперь сразу, пока я на оверлоке, обработаю низ шорт. Обработанный край я подвернула и прошила на машинке. Резинку на поясе я подворачиваю на ширину резинки и прокладываю строчку на машинке. Шортики полностью готовы. Утюжим готовое изделие. И вот такой вот комплект для дома у нас получается. Спасибо, что посмотрели это видео. Обязательно попробуйте сшить такую пижаму для себя. Оставляйте в комментариях свои идеи для новых видео. Спасибо за просмотр и всем пока!